Не женских видов спорта не бывает. Этот факт представительницы прекрасного пола доказывают завидным постоянством. И очень символично то, что финальные матчи чемпионата Московской области по мини-футболу среди женщин прошли в международный женский праздник. На поле в базе отдыха «Союз» встретились футболистки из Ногинска и новая команда, представляющая Щелковский район – женский мини-футбольный клуб «Спарта Щелкова». Наша команда более профессиональная, потому что девочки уже играли и давно. А этот чемпионат, наверное, более молодой. И поэтому, наверное, так нам легко все удавалось. Мы сплотились, у нас отличная команда. Результат налицо. Легко – не то слово. К финальному матчу «Спарта Щелкова» подошла не просто на лидирующих позициях, заняв первое место в турнирной таблице среди восьми команд участников, но также была досрочно признана победителем первенства. И это при том, что команда клуба сформировалась менее года назад, в ноябре 2015-го. В состав вошли в том числе и профессиональные спортсменки, которые порядка десяти лет играли в большом футболе. Варвара Бычкова – одна из самых молодых участниц своей команды, но и одна из самых перспективных. За 14 туров первенства Московской области показала себя лучшим бомбардиром. Забила 49 голов. У нас с самого начала была цель только победить. Девчонки с нами играют, противники, конечно, они не особо опытные, они не особо сыграны, они так любители. Мы все-таки сейчас выходим в высшую лигу, мы хотим стать профессиональной командой. Задача у нашей команды всегда только первое место в всех чемпионатах. И этот мы выиграли по Москве, теперь наша задача – попасть в Суперлигу. Профессиональный уровень игры Щелковского клуба отмечают и команды соперниц. 8 марта «Спарта» встретилась с начинающими спортсменками из Ногинска. Голы посыпались уже на первых минутах. И к концу второго тайма счет был 15-0 в пользу Щелковской команды. На самом деле мы настраивались на девчонок, они у нас лидеры в соревнованиях. Команда очень-очень сильная. Мы надеемся, что они хорошо выступят на будущих соревнованиях. Ну и надеемся встретиться с ними в новом уже сильном составе. Поздравляя девушек с Международным женским днем, кураторы ставят перед командой непростые задачи. Впереди у «Спарта» борьба за звание лучшей любительской мини-футбольной команды России. Победа в федеральном турнире откроет футболисткам доступ в высшую лигу. Сейчас команду поддерживает администрация Щелковского района, а также руководители крупных предприятий Щелково-Аграхим и ООО «Грант». Но для поездки на всероссийское первенство нужны дополнительные средства. Также большие перспективы руководство клуба связывает с развитием резерва. Команды на данный момент в Щелковской спортшколе тренируются порядка 300 юных футболисток, которые могли бы реализовать себя в профессиональном спорте. Александр Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Команды на данный момент в Щелково-Аграхим и ООО «Грант».